Всем привет! Сегодня готовим пасхальное украшение. Для этого нам понадобится 3 9 литровых бутылки, малярный скотч и проволока. Ну, в моем случае тросик. От бутылки отрезаем верхний свод плюс 2 сантиметра. Сначала я делаю надрез ножом, а затем ножницами. Первая бутылка готова. Приступаем ко второй. Процесс аналогичный. Отрезаем свод плюс 2 сантиметра. Вторая часть готова. Теперь третья бутылка. У третьей бутылки отрезаем сразу, как заканчивается свод. Сначала ножик, затем ножницы. Так быстрее и безопаснее. Все, три части готовы. Теперь предстоит избавить ее от лишнего пластика. Соберем нашу конструкцию. Так как это пасхальное яйцо на ножке, выглядеть это будет примерно так. Сейчас нам нужно сделать еще небольшие приготовления. И с помощью вот этого нехитрого устройства предстоит отпилить горло бутылки. Но только на одной части. Применяем небольшое усилие. И вуаля! Оторвали. Заготовки практически готовы. Но нам необходимо соединить две нижние части. Для этого нам понадобится небольшой кусочек металлопластиковой трубы. Диаметр я взяла 16 миллиметров. Больше просто нет смысла. Отрезок трубы примерно 10 сантиметров. Сначала я вклеила ее в одну крышку. Для того, чтобы свободно она завинчивалась. А затем я снимаю крышку со второй бутылки. И мне предстоит проделать здесь небольшую дырку. Дырка должна быть небольшой. И труба входить с натягом. Примерно вот так. И теперь мы привинчиваем вторую нижнюю часть яйца. Конструкция довольно плотная. Остается только присоединить верхнюю часть. И для того, чтобы это сделать легко, мы сейчас делаем надрезы примерно полтора сантиметра. Ширина шага около 2 сантиметров. И теперь одеваем в шахматном порядке. Один язычок вниз, другой язычок снаружи. И так по всей окружности. Удобнее это делать, когда яйцо стоит вертикально. Ну вот, соединили. Теперь, для того, чтобы конструкция была более прочной, необходимо обмотать яйцо малярным скотчем. Малярного скотча не жалейте. Им нужно пройти и по диагонали, и по вертикали. Хорошенько заклеиваем верхнее отверстие. Нам нужно максимально сгладить края. После долгого обматывания выглядит это примерно вот так. Теперь я хотела бы немножечко укоротить ножку. Вы смотрите по собственному, по собственной конструкции. И важно, чтобы она стояла ровно. И я немного подрежу. Ну вот, заготовочка практически готова. Нам осталось только склеить нижнюю часть. Для этого нужно немножечко ее разобрать. Проклеить горячим пистолетом в крышке, между крышками. И место соединения крышки с трубой. Главное, не попадайте клеем на резьбу, иначе сложно будет завинтить верхнюю часть. Все, завинчиваем вверх. И проверяем на устойчивость. Заготовка яйца готова. Дальше вы можете самим провизируя его декорировать. Ну, а для желающих я покажу, как сделала это сама. Для этого нам понадобится цветная бумага. Совсем немного. Делать будем вот такой цветок. Я взяла старые обрезки и плотно свернула их в шарик. Диаметр шарика 2 см. Шарик должен быть плотный, потому что он будет держать весь цветок. Мне понадобится немного проволоки, а в моем случае это тросик. В пластиковой оплетке сразу несколько металлических жил. Конечно, я взяла правильный инструмент, но очень сильно намучилась, пока его отрывала. Ну, в конце концов, я все равно его оторвала. Теперь нужно будет сделать маленькими ножницами отверстие в шарике, залить туда немного клея и по горячим следам вставить то, что скоро будет стеблем. Ну, вот, заготовка для цветка практически готова. Нужно только подождать, когда высохнет клей. Для цветка использую розовую бумагу производства Италии, плотность 180 грамм. Для больших цветов использую эту же кофрированную бумагу. от рулону розовой бумаги отмеряю и отрезаю 20 см. Полученное полотно сложу для удобства и разрежу на несколько частей. Первые 4 отрезка будут по 3 см. Следующие 4 отрезка будут по 3,5 см. И на финал 4 отрезка по 4 см. с 3 см. Положим ее в стопку к 3 см. Положим ее Положим ее 4 и 3,5 см. Пока в сторону. Начинаем работать с 3 см полосками 3х20 см. Сложим ее пополам. Еще раз пополам. Еще раз пополам. И еще раз пополам. С такими маленькими отрезками я работать не привыкла. Большие ножницы явно не подойдут. Беру поменьше. Вырезаем до конца с обеих сторон. Для удобства я немного уменьшила пачку и вырезаю скругленные лепестки. Здесь нужно быть аккуратней потому что только на больших не видно косяков а здесь надо поправлять. И так дальше необходимо немного растянуть у середины скругляя лепесток должна получиться маленькая ложечка. А у основания чуть-чуть подкручу. Лепесток должен быть как живой. И со всеми полосками совершаем аналогичные действия. С полосками 3хсантиметровыми сложим пополам еще раз пополам и еще раз пополам вырезаем до конца с обеих сторон. скругленные лепестки врезаем скругленные лепестки лепестки среднего размера лепестки приступим крупным 4хсантиметровым скругленные лепестки вырезаем скругленные до конца с обеих сторон вырезаем скругленные лепестки но но мне вырезать скругленные показалось мало поэтому я решила немного их доработать растянув лепестки и придав им форму я решила сделать фигурный верх абсолютно в произвольной форме я делаю прорезы вглубь лепестка затем возвращаюсь скругляю и снова ухожу вглубь лепестка здесь нет шаблонов поэтому импровизируйте этого можно не делать но благодаря такому лепестку получается более живым загибаем краешки поправляем лепесток лепестки трех размеров готовы начнем с самых маленьких заготовочка как раз подсохла на маленький лепесток мы практически на весь будем наносить горячий клей берегите руки чтобы не обжечься лепесток клеим от самого основания и лепестком мы буквально обнимаем шарик и так продолжаем клеить по кругу пока весь шарик не будет в лепестках по большому счету после окончания первого круга если необходимо бутоны можно остановиться но так как делаем цветок мы будем продолжать лепестки наклеены завершён на второй ряд мы наносим клей на половину лепестка и фиксируем все по тому же принципу на том же уровне по кругу обнимаем заготовку клеем с нахлёстом по кругу в нахлёст клеем по кругу в нахлёст в нахлёст на несколько лепестков нанесу клей так ускорим по кругу продолжаем по кругу в нахлёст вот такой милый цветок получился приступаем к лепесткам среднего размера сейчас я предлагаю склеить сложные лепестки они будут состоять из 3-4 лепестков клей наносим на основание и фиксируем лепестки друг к другу немного поправим и лепесток готов клей наносим только на основание лепестка лепестки клеим по кругу в нахлёст подготовим лепесток для завершения ряда ряда лепесток готов ряд завершён цветок такого размера тоже можно сделать для композиции он понадобится но я пока покажу самый большой цветок моей композиции сейчас нам понадобятся лепестки самые большие я складываю их аналогично по три по четыре в связку к большим я добавляю лепесток среднего размера нарезанных лепестков должно хватить на целый ряд и даже немного остаться лепестки подготовлены фиксируем на цветок наносим клей на самое основание клеем на том же уровне лепестки будем клеить по кругу с небольшим нахлёстом лепестков нужно немного отогнуть край лепестка нанести клей и фиксировать на цветок лепесток наклеен ряд завершён у меня осталось немного больших лепестков сейчас отгибаю край лепестка лепестков я наношу я наношу клей и по одному фиксирую их на цветок клею по кругу внахлёст клеить до тех пор пока лепестки не закончатся очень важно отгибать краешек лепестка для того чтобы цветок начал раскрываться лепестки наклеены лепестковая часть цветка у нас готова цветов нужно будет сделать несколько больших маленьких бутонов для того чтобы можно было сложить хорошую композицию вот так выглядеть будет мой большой цветок хотя для меня он самый маленький теперь нам нужно будет оформить чеши листик я взяла отрезок 5х18 см разрезаю отрезок по 6 см из 6 метровых заготовок вырезаю треугольники из них я потом буду делать лепестки чашелистика все соберу их уголками вверх и немного подкручу слегка расправлю зеленые листки и с помощью горячего пистолета зафиксирую их на цветках при необходимости можно немножко скорректировать листок наношу клей и клею вплотную к стеблю все лепестки все лепестки я клею таким же образом клею по кругу с небольшим нахлёстом понадобится небольшая полоска бумаги в тон зелени чашелистика с помощью я задекорирую красную не совсем подходящую проволоку по цвету ну вот цветок по сути готов из оставшихся лепестков покажу как сделаю бутон в общем многие уже догадались но покажу небольшой квадратик 6 на 6 сантиметров вырезаю аналогичные треугольнички треугольники немножечко подкорректирую и здесь один момент я надрезаю в районе края лепестка тонюсенькие полосочки две с одной стороны и одну с другой затем растираю в руках лепестки и немного их подкручивая создаю вот такую форму лепестков чашелистика немного растягиваю основание и в общем все они готовы быстро пробегусь по процессу самого бутона делаю шарики шарики дырочку в дырочку клей и стебель стебель сразу оформлю зеленой бумагой теперь плотно обнимая шарик обклею его лепестками первый круг прохожу плотно приклеивая лепестки а второй круг прохожу уже не приклеивая верх лепестка оставляя его в виде капельки примерно вот так все цветная часть бутона готова теперь обклеим зелеными чашелистиками тонкие полосочки пусть будут немного отдельно чашелистик клеим по кругу внахлёст зелень наклеена бутон завершён для своей композиции мне понадобится еще один вид листьев сейчас я очень быстро покажу как делал от рулона бумаги отмеряю и отрезаю 8 см для удобства сложив разрезаю по 6 см сложив пополам разрезаю до конца и затем режу по диагонали очень важно в этом перевернуть одну из заготовок жилки бумаги должны идти елочкой на стол наклею малярный скотч но это чтобы его не испачкать и тоненько тоненько наношу на одну часть листка следите за перфорацией елочкой затем наклеиваю вторую часть заготовку заготовку листка теперь вырезаю по форме уже готового листка вы можете предварительно сделать это из обычной бумаги по сути нужно просто вырезать кружочек с маленьким носиком он обязателен я подготовила заранее стебли и теперь начинаем клеить первый листок наверх его я зафиксирую ленточкой бумаги в тон зелени наносим клей на хвостик фиксируем параллельно верхнему листку прижимая пальцем к стеблю и выворачивая листок одним пальцем держим другой рукой поворачиваем аналогично делаем со вторым листком наносим клей фиксируем параллельно верхнего лепестка придерживаем пальцем и прикладывая небольшое усилие поворачиваем аналогично клеим все оставшиеся лепестки листки готовы я их сделала сразу несколько теперь хочу показать как делаю листки из темно-зеленой бумаги для основных цветов мне понадобится от рулона отрезать 6 сантиметров и затем разрезать полученное полотно на 6 сантиметровые квадраты каждый квадрат разрезаем по диагонали очень важно перевернуть одну часть квадрата чтобы елочка сохранялась наносим тоненько клей и фиксируем вторую половину придаю листу форму для того чтобы листок смотрелся более живо я сделаю прожилки и немного изогну листок так он становится естественным на березовый похож цветов много листьев много пора заняться оформлением яйца так как это сферическая форма буду мерить иной линейкой у меня 40 сантиметров от рулона отмеряю и отрезаю 40 сантиметров ваш размер может быть иным складываю для удобства и делю на две равные части по 25 сантиметров теперь нужно будет применить небольшое усилие мне нужно растянуть бумагу по форме яйца делать нужно это аккуратно чтобы не деформировать край за который тянем аккуратно стараться это делать и желательно всей ладонью растянули первый листок и теперь повторяем то же самое со вторым бумага подготовлена фиксируем ее на заготовку сначала наверх первый лист плотно прижимаем и тянем вниз фиксируем боковины и нижнюю часть при необходимости подклеиваем и верхнюю часть первое полотно зафиксировано на яйце теперь аналогично крест-накрест мы фиксируем второй листок точно так же начинаем клеить сверху сейчас я хотела пока хочу показать как закрою ножку мой отрезок 12 сантиметров я немного растягиваю вверх и низ и фиксирую заготовку на ногу я конечно буду впоследствии ее декорировать но все-таки люблю чтобы все было закрыто от пластика и нижнюю часть аналогично я закрою бумагой мне понадобится 10 сантиметровый отрезок который я зафиксирую на постамент вот таким образом я закрыла все яйцо бумагой более темного цвета я оформлю ножку ну или подставку для яйца отрезаю 16 сантиметров ширина 4 вырезаю скругленный лепесток верхнюю часть превращаю в ложечку растягивая аккуратно посередине и загибая край лепестка а нижнюю растягиваю в юбочку и фиксирую на заготовку яйца вы можете применять другие цвета другие формы просто я показываю как делала сама ну вот заготовка яйца практически готова на яйцо можно наносить цветы вариантов по оформлению очень много можно начать сверху крупные цветы вниз мелкие или наоборот снизу крупные вверх мелкие распределять разным способом зелень здесь советы давать сложно поэтому я оставляю вас чтобы вы могли посмотреть видео как собирала эту композицию я а у меня на этом сегодня все была рада вас всех видеть на своем канале спасибо что смотрите меня и по традиции не переставайте удивляться сами удивляйте и радуйте близких всем удачи пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok